всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 11 декабря и раз уж вот я снимала сейчас про то как формировать перцы решила еще показать немного несколько новинок всяких редких коллекционных потому что у некоторых складывается впечатление что я вот у меня только сибирские сибирские сорта после того как я рассказывала как я выбираю сорта там такие елена не помню как имя но помню фамилия сельверства это давно было еще неделю назад или две спросила почему вы не выращиваете редкие какие-нибудь или экзотические коллекционные сорта конечно я выращиваю просто их у меня не очень много потому что у нас сибирский регион и первоначальная вот моя например задача была всю жизнь найти такие выносливые неприхотливые на все случаи жизни но потом когда я уже нашла много таких сортов когда у меня коллекция сибирская полностью сформировалась конечно я стала немножко уделять место коллекционным редким сортам просто когда участок маленький то конечно сильно не размахнешься хочу показать в этом году мне будет особенно много редких коллекционных сортов потому что зрители все такие отзывчивые добродушные когда начинаешь разговаривать о сортах и когда я говорю если есть у кого-нибудь хороший сорт ну делитесь с нами информация они не только информации делятся но и присылают всякие различные сорта мне кто-то на обмен кто-то просто в дар и вот из последних я хочу выделить несколько томатов которые может быть и не коллекционные но для меня по крайней мере редкие потому что я ни разу о них не видела и не слышала вот мне прислала елена багаева с ешкар аллы вот такой томат юнат он очень странный ну странный во первых для меня потому что такая фирма у нас не продается в магазинах я вот пачку этой фирмы редко вижу потому что у нас ну конечно у нас сибирь у нас все заполонено сибирский сад золотая сотка алтая семена сибири именно сибирские фирмы а вот эти приходят все другие приходят для до нас очень редко и вот этот томат юнат чем меня заинтересовал и почему я хочу поделиться с вами может быть кто-то его увидит тоже где-то в магазине смотрите у меня есть зеленые томаты они считаются да экзотическими зеленоплодные но у меня все зеленые которые внутри с зеленой мякотью или внутри с желтой мякотью с янтарной этот отличается от них тем что он зеленой окраски с желтыми с такими еле видимыми штрихами и с ярко розовой мякотью конечно все это я прочитала пока что только на упаковке сама не выращивала но в этом году буду выращивать и покажу вам это чудо у меня заинтересовал тем что во первых ни разу юнат даже название не слышала ни разу не видела помидоры сочетания зеленые с красной мякотью обычно если зеленые то они зеленые вот этот заинтересовал еще прислала это вот я из последних елена кучеренко мне вот такие интересные томаты как индиго роз индиго роз я слышать слышала но в пачке в продаже я не видела ни разу тоже биотехника у нас бывает редковата но еще раз повторю обычно сибирские сорта там сибирский сад наши алтайские во первых меня удивила очень дорогая цена 65 рублей за одну пачку это очень дорого обычно у нас сибирский сад ну 20 рублей там ну до 30 ну ладно это не важно но для меня это тоже такая цена новинка обычно коллекционеры продают по такой цене написано селекция целебных томатов и вот под вид такого у меня есть голубая старица голубика но вот этот сорт новый для меня индиго роз он тоже считается как редким сортом потому что он необычный это экзотика вот она еще прислала интересный вот широкий грин золотой и что интересно что в пачках именно обычно такие же коллекционные сорта продают частники а это именно пачка официально кроме этого большое количество прислала всяких мне вот этих всяких импортных новинок коллекционных которые сама когда-то набрала у коллекционеров теперь собирает свои семена вот тоже прислала черничный десерт и конечно из последнего очень очень интересно мне вот это в будущем конечно я буду смотреть если честно сейчас некогда даже вот описание смотреть в интернете все это надо изучать вот про те семена которые я говорила из латвии от иветы солы пришли вот это именно те редкие именно коллекционные сорта которые в магазине уже точно не купишь вот коллекционный сорт вот коллекционный сорт и все вот эти про которые я говорила что вот он мятежный звездный истребитель воздушный сша кто-то уже написал что это новинка не только я говорила что для меня это новинки вот такие это новинка не только для меня вот уже зрители откликнулись написали что это новинка даже за рубежом она считается новинкой и тут очень очень много сортов ну конечно так как как она со мной поделилась. Но она сама выписывала, сама поделилась со мной по два семечка. Вот эти пакетики по два драгоценных семечка. Ну и другие люди тоже прислали. Самые редкие сорта там по одному, по два семечка люди делятся. Она мне еще прислала такую огромную тыкру, написано розовый банан сорт. Вот эти по два семечка я буду пытаться разводить, выращивать. Ясно, что в первый год, когда я посею всего два семечка, а взойдет может быть одну, их будет не очень много, но с годами их будет много. И мой международный огород вот теперь будет полон вот таких новинок различных. Тут вот из Польши есть, из Бельгии, из Франции. Мне вот Ивета с Латвии, которую прислала очень-очень много. Потом очень много других зрителей прислали, тоже поделились со мной. Я говорю, кто по одному, кто по два, кто по три семечка. Сортов новинок будет очень много. Но так как у меня огород маленький, возможно, что это произойдет все не в один год. И вот мне теперь нужно изучать. Правда, изучать некогда. Я вот сейчас стою, 6 утра, на улице темно, можно сказать, ночь. И вот до того, как я начну, сейчас сяду за компьютер работать с заказами, я решила показать, какие у меня новинки. Но это часть, это только маленькая-маленькая капелька. Я еще сама выписала более чем на 4 тысячи там у частных коллекционеров различных редких сортов. Так что лет на 5-6, для того, чтобы испытать все эти сорта, есть чем заняться. Планы большие. Все буду летом показывать. Все. Желаю вам прекрасной подготовки, такой оптимистического настроения, настроя на следующий год. Несмотря на то, что у нас каждый год весной и заморозки, и снег, и какая-то часть томатов наших бедных погибает, но все равно, я думаю, что редкие вот такие сорта новинки я сохраню. Буду согревать весной собственным телом. Все. До свидания. Продолжение следует...